То есть, когда ты понимаешь, что все нормально, ты готов ко всему, ты готов действовать спонтанно и адекватно, у тебя нет никакого задания, ты сам себе задание, ты сам себе руководитель, ты сам человек, который генерит там фишки какие-то, сразу начинаешь действовать, да, спокойно, вот, ты становишься решительным, вот это важно. Решительность я наблюдал у, я наблюдал, когда я сидел в тюряге, огромная решительность у криминала, решительность взять и пойти на задание, но тоже криминал делится на тех, кто решительность имеет, идти на задание, потому что кто-то сказал, кто-то поручил, кто-то надавил, он состоит в чьей-то банде, эти люди, кто сам идет, тот человек, который сам идет, да, это высший уровень. Что такое откат? Откат это когда нет тренинга, закончился тренинг, нет тренинга, не надо никуда идти, нету никакого задания, нету никакого поручения, ничего, просто вот ты сидишь, вот ты тусуешься, вот девицы красивые и, значит, раз что-то надо сделать, да, а ты не можешь, почему? А потому что нет решительности сейчас пойти реализовать свои желания, да, вот и все. Поэтому для того, чтобы все это дело выработать, нужно стать, действительно стать мастером, а стать мастером, к этому каждый может прийти только в свое, в какое-то время. То есть, когда он понял, что все, вот я уже все, я мастер, принять решение, я мастер, я спонтанен и адекватен, я любую женщину, как только я начинаю хотеть, как только я вижу ее, там, чувствую ее и так далее, да, я могу атаковать. То есть, сразу тут же, спонтанно и адекватно, и легко, и это встраивается в стиль жизни полностью, это часть стиля жизни, все, тогда больше не нужно, в принципе, подходить. То есть, ты просто не теряешь те возможности, которые у тебя и так вокруг есть. И если ты просто не теряешь те возможности, которые и так вокруг есть, то тебе больше подходить не нужно вообще, потому что их столько вокруг, ты столько девиц вокруг видишь, которых ты просто теряешь, да, ты столько их видишь, что и ты их теряешь, да, они уходят мимо тебя. То есть тебе не надо бежать за той блондинкой, которую ты видишь в 100 метрах, потому что рядом с тобой всегда какая-нибудь блондинка находится, а ты просто ее теряешь или не видишь, или отмазываешься, или там, я не буду с ней начинать играть, да, потому что, ой, задания нет, тренинга нет, там, задачи нет, нет, ну, там, отмазки такие-сякие и так далее, ну, ты же хочешь ее, ну, ты себя тормозишь. Надо что-то сказать, сразу что-то сказать, надо начать хотя бы что-нибудь говорить, да, неважно что угодно, любой глупости, что-нибудь, а уже с нее ты будешь ее раскручивать там по-разному, да, ну, просто выработать у себя такое, такую привычку, что-нибудь ляпнуть ей, да, это для начала хотя бы, это для начала. Я не говорю про мастерский, там, уровень, это ты просчитал, там, игру для нее создал сразу, там, пока ты сидишь, там, понял, что делать, надо, и действовавшись совершенно грамотно, я просто говорю о том, что хотя бы мастером, там, на низком уровне, мастером, там, первого звена, грубо говоря, то есть, например, мастером пикапа стать, да, там, нужно, да, это просто мастер пикапа, но это такой низкий уровень мастерства, да, когда спонтанно, адекватно приучаешь себя что-нибудь сказать человеку. Понимаете, да, вот к этому нужно стремиться, когда ты занимаешься знакомствами, потому что многие люди до этого вообще не доходят, то есть, они поля, 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 зачем поля, когда вокруг столько народу, все время вокруг тебя много народу, ты ходишь, ты ездишь там в метро, я не знаю, как вы живете, да, там, ты ездишь на машине, ну, просто вот сейчас ты не подходишь, почему? А почему? А почему? Почему вот сейчас вот ты видишь девицу, ты ее упускаешь, почему? Просто потому, что ленишься, потому что нет еще спонтанности, адекватности, да, не ловишь момента. Или натрахался. Два варианта. Да, забыть о правилах и просто делать по-своему. Можно. Главное, что, ну, главное делать, главное иметь решительность делать, это очень важно. То есть, просто иметь решительность. Вот решительность, это способность действовать. И действовать нестандартно. Это очень, очень круто. Именно соблазнение, оно тестирует людей. Потому что, вы знаете, это фактически вот женщина является судьей. Выживешь ты или нет? Выживет ли твой ген или нет? Насколько ты креативен или нет? Насколько ты привлекателен или нет? Насколько ты необычен, нестандартен или нет? И если ты вот даже имеешь там огромную империю зла, там, например, алюминиевую там или золотую, золотую или нефть там пиздишь там, да, государство или еще чем-то занимаешься там и так далее, ты просто вот можно себя протестировать, выйти просто в место, где тебя никто не знает и начать общаться. И ты видишь адекватный ответ на то, интересен ты здесь и сейчас людям или нет? Вот в сиюминутном моменте, как ты с ними общаешься или нет? Это очень важно. Это круто, да. Поэтому я очень люблю вообще, в принципе, эту тему до сих пор, несмотря на то, что я в ней уже нахожусь. Смотрите, я с 2002 года, мне там один читатель написал, скорректировал меня, что я в теме с 2002 года, потому что люди, которые за мной следят, они лучше меня знают мою историю. Значит, я в теме с 2002 года. У меня жжжшник открылся в 2002 году, я начал заниматься пикапом, да. Значит, посчитаем, 2002, 2019, минус 2002, это 17 лет. 17 лет назад я совершил первый подход. Сегодня утром, в 8, спустя 17 лет, я совершил такой же подход, как 17 лет назад. Примерно. Ну, примерно такой же, такой же, тоже глупость какую-то сказал, там, начал девочку раскручивать с этой глупости, да. Ничего не изменилось вообще. Только сейчас я во Франкфурте, тогда это была Москва. Сейчас мне 37, и я тот, кто я есть, да. А тогда я был никто. И ничего не изменилось. И ее реакция на меня тоже не изменилась. То есть, она реагирует здесь и сейчас на то, что я говорю так, как я говорю. И то, кто я такой, ее вообще не ебет, когда я с ней общаюсь. Потому что она меня не знает. Она не знает, есть ли у меня империя зла, есть ли у меня бабло, там, есть ли у меня что угодно. То есть, вот я белый лист для нее, я могу делать все. Я могу рисовать любую картину. Так, что вы там пишете? Я просто, смотрите, чтобы не читать, мне нужно чуть-чуть ближе смотреть на телефон, потому что я не вижу, что вы пишете мелких. Как увеличить этот текст вообще? Я не могу издалека видеть, мне надо вот так вот смотреть постоянно. Надо как-то увеличить. Ты в Франкфурте? Идешь с девушкой по легенде банк грабить. Зашибись. А грабь меня во Франкфурте. Напиши мне в директ во Франкфурте. Ты что-то проходил у меня? Сейчас, ой, как быстро все это бежит, много вопросов. Так, ладно, давайте начну читать, что вы пишете. Снова жевать начинает в эфире. Что за привычка? У меня другого времени нету общаться с вами, ребят. Извините, я буду есть, как бы, никаких обид. Если вы голодный и вы не любите есть рыбу, ну, сорян. Тебе дают из-за ямки под носом. Что это значит? Я базу делал в Москве молоток. Неправильно, сразу говорю, неправильная постановка вопроса тебе дают. Отвечайтесь, пожалуйста, от этой нелепой, дурацкой терминологии тебе дают. Почему? Потому что не мне дают, а я беру. Что значит мне дают? Вы знаете, нет таких, кому дают. Есть те, кто берут. Женщины никому не дают. Их берут. Они не дают, вы понимаете это? Это факт. Вот попробуйте их не брать, и они не будут вам давать. Удивительно, да? Да, если ты не будешь брать женщин, они отдаваться тебе не будут. Женщин нужно атаковать. Если их не атаковать, они отдаваться не будут вообще. Это факт. Забудь ты про стропонез. Стропонез не существует вообще. Все стропонезы, все верхние, ПДСМ, домин, они все нижние. Я помню, как одну я снимал, которая вообще ни в коем случае не нижняя, вообще никак. Просто посмотрите внимательно. Они все такие нижние, верхние. Они доминантки, такие они нижние. Они так мечтают о том, чтобы кто-нибудь их... Знаете, это женский протест. Она верхняя, потому что она хочет, чтобы ее нашелся сильный мужик, который построил. Вот и все. Это инстинкт любить рабыни. А я уже об этом говорил. У женщин, вообще женщинам еще не повезло. С одной стороны, представляете, ее разум стремится к свободе. Он борется с этим. По закону философия. Все время стремится расшириться, да. А с другой стороны, ее само существо стремится быть рабыней. И она постоянно в конфликте. Она постоянно в конфликте. Женщина постоянно в конфликте. Она постоянно ложится под мужика. А потом бунтует против этого. Потом опять ложится. У нее все время качели. Вот так они живут. Это женщины. Ты пиши, что баба тварь, потому что ты принять этого не можешь. А надо это принять. Это нормально. То есть, то, что она... Смотри, та девочка, которая под тебя стелется. Ты что, думаешь, она стелиться будет всегда? Постоянно? Нет. Никогда. Она всегда устроит бунт. Постоянно так. Это нормально. Просто надо это принять. И значит, с этим делать. И все. Мало того, смотрите. Из-за того, что женщина находится постоянно в конфликте, получается, что мужчину она постоянно тестит. Она все время тестит. Если он вдруг ослаб, жопа ему. Вот и все. Это женщина, это природа в чистом виде. А природа, если ты ослаб, она тебя волной накроет и разотрет по дну. Это природа, мать наша. Вот и все. Бесит заширенность мужчин. Рамки. Нет, это не рамки, солнышко. Это их принципы. А тебя бесят их принципы. Понимаешь? Они такие принципиальные. Это тоже надо принять. Что мужики принципиальные. Да, они стоят. Они как это, кремень. Вот это то, что мужик принципиальный. Это природа мужчины. Он такой. У него есть свои принципы. Он принципиальный. Он будет на них стоять. А тебя будет это бесить, и ты будешь ложиться под них. А потом расшатывать фундамент, на котором стоит его здание. А он будет беситься от того, что ты расшатуешь фундамент. Это природа женско-мужских отношений. Вот. Это есть так, и это тоже надо принять. Ну, это же весело. Ну, это же круто. Ну, классно, что это игры. Женщины, мужчины всегда будут постоянно одинаковы. Потому что это в голове заложено. У женщин. Сам конфликт находится в голове. Дай руку куснуть. На. Кусай. Прошел базу Телецкий мастерский. Молоток. Тебе кажется, что все просто надо делать. Это точно. Это точно. Надо просто идти и делать. Просто берете любую мою книжку, берете любое упражнение с книжкой, идете и делаете его. И все. Больше ничего не нужно. Больше ничего не нужно. Начинаете практиковаться. Просто самое важное, смотрите, важно ваши действия. Привет, любимый. Здравствуй. Не знаю, кто ты, но в общем, делайте. Ваши действия двигают вас по жизни. Ваши. Вот вы слушаете, да, меня, но это ничего вам не даст. В одно выходе влетело, в другое вылетело. А нужно идти и делать. Называется скорость интеграции. Вот есть такая фишка. Мне как-то сказал Патриот, кстати говоря, Миша, который недавно мне звонил, может быть, вы его помните, он случайно набрел на мою трансляцию. Он же вообще кто-то пропал 15 лет назад. Начало разговора с Мишей Патриотом. Здорово, Патриот. Куда ты пропал 15 лет назад? Просто 15 лет назад мы 2 года с ним девиц снимали, потом бах, он просто исчезает куда-то. А он мне рассказывает, я там туда-сюда, потом женился, там еще что-то, короче. Потом развелся. Ну, в общем, так, поговорим с ним. Вот, ну, круто. А сейчас, говорит, хочу вернуться в тему. Я говорю, отлично. Все возвращаются рано или поздно. 15 лет, это не срок. Человек через 15 лет вернулся в тему. Ребята, ну, это же круто, ну, это супер. Может быть, когда-нибудь Федя Мур вернется в тему. Он мне честно сказал, что я же ни свиньи изменяю, все теперь нафиг. Вот. Мы выйдем опять в 50 с ним на манежку. За жопу пойдем, поебемся. Вот это круто, да. Я программу тренинга меняю постоянно. Что делать в пикапе с меланхоликом? Слушай, я людей не делю на типы людей. Люди меняются, ну, просто невероятно. Вот, например, знаешь, есть один человек, в теме Лилит. Вот она, когда пришла, у нее такое лицо было все время. А потом раз, неожиданно изменилось. Вот как, почему, я не знаю. Хрен не знаю. Наверное, просто разгружается человек, вот его эго разгружается, и он становится другой. Ну, просто вот куча ограничений, которые ему там нафигачило общество. В теме просто уходит, и человек становится другой. А он с темой уходит, и опять становится другой под общество, подложится, да. Как стать тренером проекта? Просто нужно пройти какой-нибудь мой тренинг, я на тебя посмотрю. Самое главное, ребята, для того, чтобы стать моим тренером, это состояние. я именно по состоянию людей определяю. Если нету позитивного, расслабленного состояния, ну, ну, как бы, что ты группе передашь, да? Хрень всякую, напряжение, напряжение, суету, да, это в теме недопустимо, там, или еще что-нибудь там, крестьянничество, это ужасно в теме, самое дно. В теме люди богатые, я стараюсь, чтобы люди богатые вели тренинги. Ну, богатые в том смысле, что у них есть чем поделиться. Если нечем поделиться, то они будут крысить с группы и группу. И поэтому я лично проверяю. До моей посадки я лично каждого тренера проверял на тему богатства его. Тренера прям расслаблены такие, да. Тренера должны быть расслаблены. Иначе это жопа. Иначе группе жопа. Иначе группа будет вся напряженная. Они будут относиться серьезно к соблазнению. А серьезно к соблазнению относиться ни в коем случае нельзя. Потому что это игра несерьезная. Покинул Путин, на Путина начал гнать. Вы знаете, вот я хочу, чтобы я когда-нибудь проснулся в стране, в которой можно было бы гнать над президента, не покидая страны. Вот. Но я хотя бы начал гнать. Вот Артемий Лебедев, он даже гнать не начал. Просто сказал, что он покинул страну. Надо было реально начать гнать конкретно. Надо их просто валить. Вот просто валить их нахрен. Вот. То есть валить, все вскрывать, там, уезжать из России, все вскрывать, чтобы просто эту власть снять. потом будет следующая власть и следующая власть надо бы тоже валить. И следующая власть, вообще любую власть надо валить. просто потому, что это прикольно. Вот и все. Артемий написал «Разоблачение», это был троллинг. Ну-ну. Интересно. Я этого не знал. не знаю, куда держи курс, посмотрим. Может, в Москву залечу на пару дней. Передача власти будет. Мы ждем. Мы ждем. Мы, народ, ждем передачи власти. Я все сказал. Уже однозначно. Я, кстати, призвал людей на митинг. К сожалению, этот митинг был согласован. Поэтому я, к сожалению, не нарушил этот гребаный закон. А я так хотел. Так хотел нарушить этот гребаный закон, чтобы мне впаяли какой-нибудь за него срок. Ну, просто вот хочется мне. Ну, черт. Жаль. Я хочу всех призвать на незаконный митинг. так, что еще там было? Какие вопросы еще у вас были ко мне? опять песни про политику завел. Ой, не плачь, ой, не плачь. Политика это все. Это наше все. Один глаз больше второго. Спасибо. В смысле, что говорили? Просто говорю, что они реально крутые. Мы, масоны, следим за тобой. Так за мной, понятное дело, масоны следят. За мной все следили. И все следят. И продолжают следить. Я же вам рассказывал уже, я рассказывал, что моя цель глобальная это создание независимых свободных людей. Людей, которые могут дать отпор любой власти над собой. Вообще. И не признать никакую над собой власть, кроме власти Бога или природы. Это самые лучшие, самые крутые люди. Это просто супер мастера. Вот. И все. То есть, если человека решить страхов, да, на него невозможно воздействовать. Мастерский тренинг, да, и мастерская тема вообще. И книга-кодекс мастера-охотницы. Речь идет о прокачке в соблазнении. Но эти прокачки одна за другой ведут к тому, что человек лишается страха. Многих очень. И на него невозможно уже влиять. Ведь заметьте, какая интересная история. В тиранских государствах, типа России, вся эта пирамида строится на чистом страхе. Вот, кстати говоря, в современном мире не на страхе. А в тиранских государствах на страхе. Когда человек страха лишается, да, управлять ему уже невозможно становится. Вот. Моя задача это делать людей, которыми невозможно управлять тираном. Вот и все. Это очень невыгодно тирании любой. А вот мне это выгодно, потому что я считаю, что нужно сделать людей свободными в любом случае. И поэтому вот мое убеждение я буду продолжать свою деятельность даже если я окажусь на том свете. Я с того света буду продолжать делать людей свободными. Вот. И вы знаете, да, что я вот, например, полгода был мертв официально и продолжал свою деятельность даже мертвым. После того, как я умер, я продолжал свою деятельность, а потом я воскрес, и я продолжал свою деятельность. Потом я сел и в тюрьме продолжал свою деятельность. Я делал всех свободными. и я в книге написал каким образом вы прочитаете поржете после этого вышел из тюрьмы я продолжаю свою деятельность все все это происходит происходит дальше дальше будет дальше еще круче но есть и люди которые сдались сломались там прогнулись не смогли выдержать там и так далее так далее но это не значит что они не хотят быть свободными вот это значит что они просто подумали что я проиграл что нет это не так я проиграть не могу знаете по одной простой причине я формула формула дважды 2 равно 4 существует вне зависимости от того кто власть путин или ельцин или горбачев или трамп дважды 24 и этой дважды 24 похуй на тракта власть от того что власть поменяется самый жестокий тиран придет на планете земля дважды 2 равно 4 не изменится вот это закон вот а я есть формула для математика меня нет на самом деле я ваша иллюзия это ржач боги не проигрывают такая ассоциация меня с богом вы так осторожнее а то и так там говорят что у меня маня величия там что я воскрес там некоторые люди реально всерьез это восприняли да что я действительно верю в то что я воскрес они всерьез это восприняли понимаете да нет я на самом деле всерьез на воскрес я не шучу больше всего меня радует реакция некоторых долбоебов это как охренительно над ними поржать это просто кошмар некоторые религиозные организации даже начали со мной борьбу это пиздец вообще это просто канал НТВ канал НТВ выпустил про меня целую серию но они там тоже поржали на самом деле съемочная группа там и они все время ржут мы с ними общаемся они там ржут просто они там сделали из меня такого самого подонка просто всероссийского подонка всероссийского масштаба который замочил дерипаску вот там свои секты страшные ужасные вот я там стал подонком они охренительно поржали но люди вы понимаете в чем дело люди тупые люди в это сука поверили и там начинается с того что я раз я размочил все религии я размочил христианство ислам там буддизм я просто такой подонок и скотина смотрели ржали кто-то реально в это поверил и начал борьбу и возникнут возникли какие-то хейтеры исламисты которые начали просто заваливать там инсты долба ёбы блять это было конечно круто да когда в тюрьме сидел там фильм по нтв был жесткий там и даже какая-то есть группа там где есть ролик лесли против ислама и там такое такое там такая чушь они сну как бы собрали там все подряд для того чтобы изобразить там такого страшного и ужасного человека который против ислама мое слово ислам ни разу в жизни не произносил вообще но вот сейчас так из этой трансляции тоже могут выразить куски там слов там ислам там значит дальше где-нибудь там вырежут там кусок дерьмо это составит и после этого будут утверждать что я это сказал и начнется хайп они любят так делать понимаете на самом деле я вам вот что скажу на самом деле это если честно когда я сидел в тюрьме и читал коран я понял что эти люди будут наказаны на самом деле наказаны потому что они творят зло то есть они ну моими грубо говоря кусочками фраз там да или какого-то там смысла миксуя это меня и геолокации мест где там нахожусь там с святой софии там на голубую мечеть там до модераторы этих дебильных групп значит знаете что делают они делают таким образом хайп то есть они хотят хайпа и они фактически знаете что делают они этим пытаются привлечь внимание то есть они сами оскорбляют религию своими действиями свою собственную причем вот таким образом и самое главное что я заметил никто им это не сказал никто не допер что они делают вообще понимаете да то есть это очень смешно то есть люди люди просто за счет люди вот реально хреновые люди злые люди творят зло у них есть намерение это делать створи зло если у меня не было намерения делать творить творить какое-то зло там да и херачить христиан и тех кто значит верит в аллаха да у них есть они сами причем делают и что они верят в аллаха и они делают поступки на которые являются чистой ложью пиздец вообще и они за счет этого делают хайп нтвшники разные исламские группы делают хайп с целью сделать хайп они прекрасно понимают что они пиздят да но при этом все нормально все хорошо у них есть поддержка когда-нибудь и и там порядок на виду я выведу их на чистую воду я выведу их на чистую воду я просто я жду момента в какой-то момент да там подниму все вот эти вот вещи которые они сотворили в прошлом да и покажу просто как они своими руками просто с целью хайпануть до целью захайпить с целью чтобы было много репостов и так далее сделали охранительное зло и свой же собственный народ то который им верит этим группам которые причем они еще и верят в бога они этим манипулируют и свой народ вводит в заблуждение там и натравливают на людей вот это пиздец вот это действительно знаете за это блять им по их религии да будет они будут гореть в огне гиены я где-нибудь даже найду в коране обещание которое сделано было и про это был разговор там про таких вот людей мы много в тюрьме когда я сидел с мусульманами об этом говорили мусульмане вообще очень нехорошо относятся к таким вещам понимаете настоящие мусульмане там те которые понимают что происходит не очень плохо относятся к таким вещам вот потому что за счет вот это вот за счет того что люди очень скажем так ну их постоянно притесняли их постоянно они постоянно с этого религия вообще и началась что была война их постоянно пытались истрепить их постоянно на них постоянно нападки да и поэтому люди очень ревностно относятся там к любым вот этим вещам вот а и этим кто-то манипулирует для славы пиздец и этим тоже точно так же манипулирует канал нтв твари эти да которые манипулируют общественным мнением лгут постоянно да то есть они канал нтв сделал образ мой образ человека который против религий против всех религий там да там вообще жесть против рождения не знаю федя мурда крутой верили в существование дьявола слушая его не встречалась и честно ни разу можете где-нибудь когда-нибудь встречу его но все может быть верным на самом деле почти все просто с тем и говоришь вспрыгивают ты знаешь это зависит от того насколько в человеке вот это вот авантюри авантюризма до русского авантюризма или просто манте резну то есть вот но у кого-то еще зависит от того вот смотри люди они хотят на самом деле ну у них есть какое-то определенное время жизни время молодости время жизни время молодости и они просто сгорают вот и все кто-то за год кто-то за пять лет кто-то за 10 лет человек в любой загора и после этого они просто хотят на покой плотить они хотят посидеть там страдать там хуйни ничего не поделать короче они не хотят приключения они не хотят драйва не ни хотят зажигать они не хотят чтобы все менялась они хотят спокойствие они хотя знаете чего они хотят спокойствие и постоянство но знаете почему вот вы говорите я не сгорел там да почему я не сгорел я вам объясню почему я не сгорел потому что я знаю что спокойствие и постоянство не существует но нигде во вселенной вообще не существует даже в камнях спокойствия нет и постоянство не существует. Самое постоянное в этой вселенной это не постоянство. Все время происходит динамика. И поэтому я понимаю, что мы не можем нарушать законы вселенной, законы Бога. И действительно так и есть. Мы не можем нарушать законы Бога. Это единственные законы, которые мы вообще никак не можем нарушать. Вот говорят, что я говорил сегодня, что власти никакой нет, нельзя признавать над собой власть. Вот чем мне понравилась идея, хорошая, позитивная идея, которую я вычитал в Коране, это тем, что они не признают власть над собой, кроме власти Бога. Это очень хорошо. То есть они, скажем так, это очень позитивно. На них вся надежда на самом деле. Отчасти, да? Отчасти на демократов США, отчасти на мусульман, которые не признают никакой власти, кроме власти Бога. Но этим, опять же, я уже говорил сейчас, этим тоже можно манипулировать. Понимаете, да? Этим манипулируют те люди, которые используют, очень удачно используют религию для того, чтобы манипулировать людьми. Но есть одна крутая мысль. Всегда общаться с Богом без посредников напрямик. И это вот на самом деле мысль, которая также близка для любого мастера. То есть я не получаю ни от кого инструкции о том, как мне жить. Я получаю инструкцию напрямик. Все инструкции, интуиция моя, мои видения там, мои сны, мои чувства, да? Они напрямик идут от Бога. Мне не нужны посредники. Мне не нужна церковь для этого. Я получаю напрямик от природы, от существования, от создателя, да? Я получаю их напрямик. Я знаю, где находится правда, где я чувствую, как правильно себя вести, да? Я получаю все напрямик. Я автономен. Вот и все. Я не признаю церковь. Я не признаю церковь, но, значит, я считаю, вот смотрите, это очень важно. Я хочу, чтобы вы поняли это. Но Бог не мертв. Я не согласен с ним. Бог мертв в церкви. Но это тоже, вы знаете, тоже так говорить не очень правильно, потому что человек, который приходит в церковь, смотрите, вот человек пришел в церковь, да? Он пришел общаться с Богом. Ему плевать на то, что там... Это место для общения с Богом. Все, да? То же самое. Человек пришел в мечеть. Он пришел напрямик общаться с Богом. Не мешает. Зачем мешает? Не важно. Вот я очень хорошо отношусь к тем людям, которые верят в Бога. В любого. Которые хоть что, ну, потому что это позитивно. Любая религия, она позитивна. Но церковь, как организация, фанатская организация, да? Система эта просто мучает на самом деле многих людей. Она порабощает людей. То есть, эта система, любая система порабощает людей. Я согласен в этом смысле, очень согласен с Оша. Он точно так же считал. Точно так же. Я к этому сам пришел, но потом я прочитал это то же самое у Оша. Он тоже уважал любую религию, поддерживал ее. И тоже говорил о том, что церковь, любая церковь, вообще, любая организация, это насилие. Да, любая организация, это насилие. Есть люди, которые знают и признают тоже, что любая организация, это насилие. Тем не менее, он приходит в церковь, да? И имеет контакт с Богом. Не важно, не важно даже какая, в какой он религии там. Это хорошо. Потому что на самом деле, ну, вот серьезно, вот, например, Познер, атеист, да? Познер, атеист. Ну, это бред. Знаете, почему Познер атеист? Потому что он гуманитарий. Уважаемый товарищ Познер, если бы вы были физиком, вы бы не были атеистом, честное слово. Потому что последняя статья Хокинга, которую я читал о Вселенной, но он четко написал, мужик классный, четко написал, он физик. Он написал, что если чуть-чуть изменить размер атома, или чуть-чуть нарушить баланс, Вселенная распадется нахрен. То есть, Вселенная — это такая ювелирная работа, что предположить, что атом мы сами подобрались под друг под друга, и так все сконструировано было, и так было ювелирно создано все, как это мы видим. Но это надо быть идиотом. Ну, то есть, надо быть идиотом, чтобы отрицать существование Бога, когда все доказательства нам представлены просто наглядно. Просто бери, изучай науку, изучай физику, биологию, и у тебя будет тут же интуитивное ощущение и понимание, что этот мир не мог сам никак породиться. Он был точно создан. Сто процентов со всеми своими законами. Он был сто процентов создан. Ну, кто создал Бога — это тоже вопрос хороший. Может быть, кто-то действительно создал. Неизвестно. Но какие еще нужны доказательства? Просто смотри на то, что вокруг тебя, и все. Вот человек создал вот этот отель, в котором я сижу. Он крутой, этот отель. Но человеческий глаз, например, он сложнее всего этого отеля. Один человеческий глаз сложнее всего этого отеля. Всего-всего-всего вместе взятого по сложности. Ну и что? И этот человеческий глаз, да, там, или атом, или там что-нибудь само возникло? Нет, это не может быть. То есть, это логика, ну просто, я не понимаю, вот как вот люди, которые являются атеистами, законченными атеистами, вообще, как они это объясняют? Мир сам себя создал. Как? Каким образом? Что могло, что могло случиться такого, что взял мир из пустоты, из вакуума сам себе создал, и настолько ювелирно, точно, красиво, там, со всеми атомными молекулами выстроился, там, да. Атеисты, это, это просто протест. Это протест против, ну, человек просто, знаете, ну, самое интересное, что вот у Лао Цзи есть хорошее высказывание, у Лао Цзи где-то, или это, я, может быть, не помню, может быть, это Оша про Лао Цзи говорил в лекциях своей, но неважно. Смысл в том, что существование, он сказал, существование поддерживает тебя, даже если ты идешь против существования, и жизнь поддерживает тебя, даже если ты идешь против жизни. То есть, вы представляете, как сильно нас любит природа, планета, что она нас поддерживает, даже если мы против нее, и Бог тоже любит нас, даже если мы против него. В любом случае, то есть, мы можем быть атеистом, Допустим, я могу говорить, что Бога нет, не верить там и так далее. Все равно я продолжаю жить. Это же круто. Вот, знаете, представьте себе, что ты создал что-то, допустим. Что-то, что бегает там красивое, там, например, классное, там тебе нравится. А после этого эта хрень начинает говорить, ты это говно, тебя нет на тебя. Ты прихлопнишь от злости, а он нет. Он не убивает вас. Продолжайте жить, все нормально. Классно, да? Вот, поэтому... Но религия хуйни, она самая крутая, вы абсолютно правы. Потому что самая крутая мысль, это все хуйня. Это мысль полной свободы. Вот, это прикольно. Мы, я долго, вот, долгими скитаниями своими, там, по религиям, там, изучением религии, там, прочтением Библии, Корана, там, разных книжек, там, про религию разных, там, духовных лидеров. Я пришел к тому, что, я пришел к религии хуйни. Вот. Понимаете, да? То есть я выработал свою собственную религию, которая очень сильно почему-то нравится людям. То есть, в принципе, религия хуйни – это высший уровень. Почему? Потому что религия хуйни ни за что не наказывает. Она как бог, который не наказывает даже за то, чтобы в него не верят. Это самая, это самая гуманная религия из всех религий. Потому что даже если ты говоришь, что сама эта религия является хуйней, то тебя никто не выгонит из нашей религии, никто не будет презирать, никто не будет говорить, ты не веришь, скотина, ты оскорбляешь нашу религию. Наша религия такая гибкая, что ее даже оскорблять можно. То есть можно отрицать ее, и она фактически поддерживает отрицание, потому что это самый высший уровень религии. И как религия может обидеться на кого-то? Это же бред. Она самая сильная, понимаете? Религия хуйни – это самая сильная религия. Это потому что, ну, глупость вообще, когда религия на кого-то обижается или сгоняет кого-то. Ну, бог никого не сгоняет, когда в него верь пристают. Поэтому религия хуйни самая совершенная. Вы рано или поздно это поймете. Вот. Это эфир был проповедь Алекса Леслии. Инерный brill Louional. Как вообще перекусило. И первый глуб norte к żadической. Алекса Леслии. Да. Продолжение следует...